В большинстве формулировка «дом-интернат» у обычного обывателя ассоциируется с печальным местом, где находятся никому не нужные старики и тяжело больные. Но это пережиток прошлого. Побывав в Кубринском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, мы убедились. Выделяемые деньги из областного бюджета идут по прямому назначению. По созданным условиям для проживающих и материально-технической базе учреждения больше похожи на санаторий. «Самая главная функция – это оказание социальных услуг нашим проживающим, создание уюта домашнего и ухода за ним». Действительно, дом-интернат за свою более полувековую историю приобрел новые возможности для оказания услуг. Тому способствовала и модернизация комплекса зданий, завершенной в 2019 году. В ходе реконструкции, на которую было затрачено более 2,5 миллионов рублей из республиканского и областного бюджетов, значительно улучшилась материально-техническая база. Полностью заменены системы канализации, водоснабжений и пожарной безопасности. Приобретена современная специализированная мебель и оборудование. «Прежде всего, улучшило качество условия проживания граждан, что немаловажно. Как в разрезе обустройства жилых помещений непосредственно, так и специализированных помещений». Обновленные физиотерапевтические и физиопроцедурные кабинеты и кабинет лечебной физкультуры оснащены современным оборудованием и тренажерами, что способствует ускорению реабилитации у проживающих. Помимо этого, профессиональный штат сотрудников обеспечивает своим подопечным систематический уход и организацию медицинской помощи. «Медицинская помощь оказывается и для коррекции психических расстройств и их последствий, и для коррекции каких-то нарушений здоровья соматических, заболеваний внутренних органов, потому что большая часть проживающих уже достаточно возрастные, и с возрастом, как известно, заболеваний становится только больше». Кроме профессионального медицинского сопровождения, проживающим в доме-интернате оказываются социальные услуги. Особое значение уделяется трудотерапии, позволяющей сохранить или развить имеющиеся навыки. Активное участие в кружковой работе принимают и специалисты учреждений, волонтеры из местных учебных заведений. «В основном наша реабилитация – это кружковая работа. То, что им больше нравится, то, что им больше приемлемо, то, чем они очень любят заниматься. Тут они находятся со своими друзьями, и сами, то, что им нравится, они воплощают свои какие-то мысли, свои какие-то идеи, желания». Забота и тепло каждого сотрудника дома-интерната благотворно влияет на проживающих. Многим удается стать чуточку самостоятельней, научиться о новом и почувствовать в каждодневных мелочах вкус жизни. «Я вяжу, хожу на работу, читаю книжки, люблю поливать цветы». Максимально благоприятные условия, созданные в Доме-интернате для людей с особенностями за счет областного финансирования, позволило перейти им на другой уровень качества жизни, который заслуживает каждый человек, а значит, выделенные средства идут по целевому назначению.